Всем привет, с вами программа Fashion is my profession и мы ее ведущие. Меня зовут Саша. А меня Даша. Наконец зима ушла, забрав с собой холод и грусть, а на смену ей пришла светлая и радужная весна. Если у вас до сих пор нет весеннего настроения, мы поможем вам его найти. Что как ни красота в любом ее проявлении может сделать нас счастливыми. Наше шоу именно о красоте и всех тех, кто ее создает. Подробнее в сюжете. Fashion is my profession – это новый проект, где модным специалистам предстоит благодаря своей фантазии и таланту создавать красоту, доказать свое превосходство. Мы познакомим вас с лучшими мастерами отечественной фэшн-индустрии полуострова. Кто же окажется лучшим из лучших? Определить это помогут жюри и эксперты, но главным судью и для наших участников станут смс-голосатели зрителей. Имя победителя в ваших руках. А также на ваших экранах предстанет ансамбль необычных образов и модных советов от участников. Распахните свои гардеробные косметички, скоро у вас появится множество идей для их обновления. Все самое интересное впереди. Мы представляем вам первую пятерку участников проекта «Fashion is my profession». Начинаем знакомство с дуэта стилиста-визориста Натальи Иванских и фотографа Дмитрия Бусинского. Наталья всегда знала, что хочет связать свою жизнь с модой. Я занимаюсь стилем по одежде, то есть я имидж-консультант. Моя профессия называется имидж-консультант. Закончив европейскую школу «Color and Style» в Москве, начала в первую очередь с себя. Одеваясь в правильные цвета и силуэты, изменилась. Когда говорят о женщине, как вы хорошо сегодня выглядите, это значит, женщина одета в своих природных красках. А когда говорят женщине, какое у вас красивое платье, значит, платье идет впереди женщины. Наталья занимается цветовым анализом внешности, стилем по одежде, подбором цветов, создает индивидуальный паспорт цветовой палитры, по которому человек подбирает себе не только гардероб, но и косметику. Ведь цветотип и колорит не меняются на протяжении всей нашей жизни. Вот по цвету кожи и по цвету глаз я вижу, что вот эти вот цвета получше. Вот эти поярче, но вот эти, если смотреть с кожей, да, вот с кожей, с глазами, то вот эти получше, если учитывать, что еще волосы, конечно, выкорошены. После создания нового образа мало кто возвращается к старому стерео. Многие зрители помнят, что Наталья Ланских создавала образ для участницы крымского хит-парада Леси Глебкова. В судьбе ныне известного крымского фотографа Дмитрия Вусинского когда-то сыграл свою решающую роль всем известный фотоаппарат «Любитель». Именно в тот момент, когда 7-летний Дима взял в руки подаренный талисман, который по сей день хранится в студии, и сделал несколько снимков, он понял, его будущее будет связано с фотографией. И первое, что у вас должно появиться, это желание. Если у вас есть желание, то истремление, то вы достигнете своего результата, независимо от того, какой фотоаппарат у вас находится в руках. Сегодня смело можно сказать, что профессия Дмитрия стала для него и хобби, и отдыхом. Совершенно новым опытом для Дмитрия стала работа с участником крымского хит-парада «Клима». Все привычные методы работы с моделями-девушками не пригодились. Тут нужен был новый подход. Это было сложно, приходилось экспериментировать, но результат стоил того. Дмитрия «Клима» Интересно, что наши участники приготовились специально для фэшн. Из «Майпрофэшн» следите за нашими выпусками. А мы познакомим вас со следующей командой участников – фотографом Алексеем Чугуем и стилистом-визажистом Натальей Вершининой. Наша конкурсантка Наталья Вершинина по образованию дизайнер промграфики. Здесь и лепка была, и батик был, и мы изучали интерьеры, какие они должны быть. Вспоминает, что чуть ли не каждый завтрак, обед и ужин начинался с вопроса родителей, кем ты будешь по профессии. Я всегда говорила, что я буду жить во Франции и заниматься модой. Вот к этому все идет. Дошло даже до того, что пришлось написать план, где будущее было разложено по полочкам. На поиски себя шла в течение семи лет. Пройдя обучение в профессиональной школе макияжа, сегодня видит себя только в этой профессии. Главное найти в человеке, что-то очень прекрасное. Подчеркнуть это, и человек становится сразу красивым. Ведь она позволяет реализовать себя как личность, расправить крылья, создавать красоту и творить. Можно уже вообще даже без косметики, тоже обыкновенной гуашью, сделать шикарный образ для фотосессии, и чтобы это попало на обложку глянца. Работа нелегкая, но от нее только внутренняя такая приятная усталость. Наш участник Алексей Чугуй знает, можно научить технике фотографии, но не творчеству. Я не заканчивал никакие по специальности. Мне просто взяли учеником фотографа. Если ты хочешь стать настоящим фотографом, то, во-первых, готовься к работе, работе и еще раз работе. Во-вторых, если у тебя нет своего индивидуального вкуса и видения, то нужно их воспитывать в себе. Я учился, просто открывал журналы. Там раньше не было интернета, это вообще было очень сложно. Я любые издания смотрел на фотографии. И вот сегодня, спустя годы плодотворного труда, Алексей с восхищением показывает публикации своих снимков в самых известных журналах «Вог» и «Джей-Кью». Изначально цель была выйти на какой-то уровень, на какие-то журналы. Потом после этих журналов я понял, что я лучше буду заниматься свадебной фотографией, которая стабильно и приносит доход. Одним из самых интересных проектов стал крымский хит-парад, в котором Алексей работал с финалисткой конкурса Натальей Поповой. Продолжение следует... Продолжение следует... Добившись успеха, зная, что самореализовался и осуществил мечты, Алексей работает для себя и счастлив, что судьба подарила ему такую интересную профессию. Подробнее о Наталье и Алексее вы узнаете уже в следующей передаче. А на экранах появляются стилист-физоджисты Наклюкова и фотограф Денис Маковецкий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однажды Инна Клюкова задала себе вопрос, чем я хочу заниматься в жизни, чтобы мне это нравилось, никогда не надоедала и приносила удовольствие. Недолго думая, она поняла, дело ее жизни должно быть связано с модой, стилем и мейкапом. Она уверена, что женщины должны любить себя и заниматься собой, потому что они призваны украшать этот мир. Если научить правильно наносить макияж, вообще ухаживать за своей кожей, то любая девушка будет выглядеть достойно. Даже будучи без макияжа, просто легкие какие-то штрихи, легкие моменты. Вообще здоровая кожа, вот как бы я считаю, это тренд всех времен. Главное в работе визажиста – это не макияж ради макияжа, а умение подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Образ минимализма Ум и Турман близок к нашей героине. Даже внешне можно уловить их сходство между собой. Инна признается, что для нее в приоритете естественность, элегантность и сдержанность. А вот безрассудно гнаться за модой не стоит. Пиковые тренды мимолетные, нужно лишь уметь соответствовать современности, при этом оставаясь верным своему вкусу. Сегодня в программе далеко не новичок – фотограф Денис Маковецкий. Он верит в то, что фотография – это творчество, которое должно приносить удовольствие. Не нужно быть серьезным, нужно быть веселым, чтобы сделать съемку максимально непринужденной, чтобы клиент отдыхал и получал удовольствие. Наш герой – частый гость за границей. Испания, Греция, Португалия, Италия, Тунис, Сингапур – это те места, где уже успел поработать фотограф. Как вы их нашли в интернете, связались ли они и вас нашли? Ну, скажем так, друзья. То есть одни посоветовали, другие помогли, там это все организовать, четвертые, в принципе, помогли поговорить. В основном это репортажи, праздники и различные корпоративы. В ожидании знакомства с вами – единственная пара девушек на нашем проекте. Кстати, хороших подруг – фотограф Наталья Шип и стилист-визажист Наталья Малахова. Узнаем, поможет ли их дружба занять первое место и оценит ли зритель их крепкую и сложенную работу. Что такое стиль? Стиль – это эмоциональный образ человека, то, что он чувствует и хочет нести в мир. У нашей участницы Натальи Малаховой есть свой стиль. Она никогда не подчинялась законам даже относительно работы. Я, наверное, исключение исправил. Она меняется, ее вкусы тоже меняются. Вчера ей нравилась романтика и нежная палитра цветов, а сегодня – гламурный трэш. Завтра будет что-то еще более экстравагантное и непредсказуемое. Ваши вкусы? Да. Я в семь пятниц на неделю. Как только не экспериментировала наша героиня, участвуя почти во всех крымских конкурсах красоты и других бьюти-проектов. Например, работая с Фазелея Ибраимовой, победительница конкурса «Крымский хит-парад» Наталья создавала два образа. Один яркий и нежный, другой более строгий и даже немного дерзкий. Но самым особенным заданием было перевоплотить женщину в мужчину. И, как ни странно, ей это удалось. Даже родной муж модели не узнал свою супругу на фото. И потом мне в контактах муж этой девушке писал, говорит, что вы сделали с моей женой. Сейчас большую часть времени Наталья работает в Москве. В Крым приезжает очень редко, но все равно любит его и скучает за ним. С самого детства Наталья Шип была моделью, а с 18 лет открыла свое модельное агентство и в модельной сфере более 10 лет. Свою работу любит за красоту и то, что может запечатлеть каждое красивое мгновение жизни при помощи фотографии. А вы перекрасили, да, его? Да. Просто... Я помню, как у зона в истории будет золотая, с рамочками, с разными эффектами. Недавно она работала с телеведущей Ириной Красильниковой и признается, что с профессионалами работать намного проще. Они стараются четко выполнить поставленную задачу без лишних капризов. Ира сама знает, чего она хочет, она подбирает сама себе ракурс. Мы поправляем, конечно, все, но в итоге получается все очень красиво. Хорошо. Наташа курирует несколькими проектами, такими как издательство модного глянцевого детского журнала и целым рядом мероприятий, благодаря которым открываются детские таланты. Если вам понравились наши участники, то уже сейчас вы можете сделать их лидерами, отправляя свои смс-голоса за них. А через несколько секунд вы познакомитесь со следующей командой – стилистом-визажистом Анной Лукьяновой и фотографом Юрием Прокопенко. Анна признается, что школа макияжа стала для нее своеобразной школой жизни – яркой и красивой. Это невозможно описать, каким волшебным образом макияж может повлиять на жизнь девушки, а может и парня, которому встретится эта вдохновленная, уверенная в себе, уверенная в своей внешности, красиво несущая себя девушка с улыбкой. Анна признается, что ей всегда в жизни не хватало этой творческой реализации, этого полета, этого вдохновения, волны, которая так тебя поглощает. А когда результат превосходит все ожидания, вот что есть высший пилотаж. Начинающий фотограф Юрий Прокопенко Рокопенко, работая, так и не смог ответить себе, хочет ли заниматься фотографией. Но это не просто хобби. Фотография для него – неоднозначная вещь. В его жизни, как у любого творческого человека, есть пики и падения, с которыми ему помогают справиться родные, близкие и друзья. Убежден, что по-настоящему хорошее фото сделать сложно, ведь дело не в композиции свете, а в способности фотографа увидеть свою модель. Иногда фотография сама по себе хороша. Со слов Юрия он кропотливо относится к деталям, поэтому не разменивается на тысячи фото одной позы. Это эмоциональный контакт, да? Если его нет, фотография получается блеклая, пустая, бессмысленная. А предпочитает сделать несколько снимков, ведь в итоге человеку нужно только одно хорошее фото. Ни фото геничных людей не бывает. У каждого есть свои зимы, просмотренные вовремя. Увидеть, разглядеть, преподнести человеку покрыть. При всей своей любви к пленке он все же отдает предпочтение цифре. Сегодня для вас мы представили первую пятерку проекта Fashion is my profession. И уже с этой минуты вы можете отправлять свои смс-голоса за команду, которая понравилась больше остальных. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Модный партнер нашей программы – магазин Сьюзон и Зараза.